Здесь должен быть построен дом, однако вот уже несколько лет пустырь и не собирается превращаться в стройплощадку. Таких участков, которые запланированы под строительство, но застройщик не торопится их осваивать, в Самаре около полсотни. По результатам проверок с такими неспешными застройщиками уже расторгнуто шесть договоров аренды. Семь арендаторов так и не зарегистрировали свои документы в Росреестре, а значит и договор не считается заключенным. 11 застройщиков имеют долг по арендной плате за выделенную им землю или до сих пор не получили разрешение на строительство. 18 арендаторов за время проверок оперативно привели свои документы в порядок. И более того, здесь также у нас есть часть участков, где есть права участников долевого строительства. То есть мы их предлагаем не расторгать, а активно работать застройщиками по их освоению. Срок аренды участков составляет от трех до пяти лет. За это время не просто не осваивается земля. Теряется инвестиционная привлекательность территории в целом, отмечает глава города Олег Фурсов. Замораживать землю нельзя. Необходимо ускорить работу по расторжению договоров аренды с недобросовестными застройщиками. Когда станет понятно, сколько именно участков высвободится, городские власти примут решение об их использовании. Мы с вами подумаем, что нам лучше сделать. Как-либо через муниципальное частное партнерство отдать с тем, чтобы сохранить социальную норму жилья. Те категории людей, которым это необходимо. Это и сироты, и переселение сверху аварийного. Может быть даже вот очередь, которая есть городская, по бюджетникам. Либо мы на аукцион с тем, чтобы пополнить городской бюджет. И на другие какие-то цели направить эти средства. Чтобы не затягивать освоение земли, Олег Фурсов предлагает внести изменения в нормативно-правовую базу. Предусмотреть льготные ставки по аренде для добросовестных застройщиков. И ужесточить условия для не сумевших вовремя выполнить взятые на себя обязательства. Марина Матвеевшина, Григорий Плешаков. События. На уровне Владимира Андреевича Василенко.